Привет, друзья! Итак, по просьбе нашего дальневосточного зрителя Танилы Спармина немножечко коснусь партии Суанант. Значит, популярнейшая и интереснейшая линия под названием Джоко Пианиссимо в итальянской партии. То есть теория, которая еще гениальным поляриво описывалась в трактатах, сейчас, то есть примерно так 500 лет назад описывалась, сейчас снова вышла на первый план с задворок теории. Белые не торопятся проводить Т4, а в этой партии применили такую концепцию. В ответ на логичный ход Д6. Ну, по-моему, мы с Игорем Ильичем давали все-таки рокировку в этой позиции. Мне кажется, этот ход более логичен, потому что ходом Д6 черные лишили своего слона возможности вернуться на королевский план. С Игорем Ильичем в книжке. После Д6, тем не менее, ход Д6, ясно, что не проигрывающий, нормальный развивающий ход, рокировку тоже сделать надо. Аж три. Белые показывают, что при случае готовы сыграть Ж4, Ж5. И так было в нескольких партиях. Сейчас, если черные сыграют слон Е6, то после слона Б5 возникает такая позиция, в которой пограживают в каких-то вариантах Д4. на А6 белые даже не обязаны отступать, могут взять, а могут и отступить, кстати, на А4. То есть слон Е6 играть преждевременно. Давайте я ход А6 уберу именно по причине слон Б5. Черные ходят А6. Ход, во-первых, не пускает слона на Б5, во-вторых, своего слона черные готовы теперь спрятать на А7. Ну, в случае всяких в Б4 или Д4. Ну и так как слон на Б5 не может уже отступить, пограживает слон Е6. Слон С4, белопольный слон белых, в таких позициях на диагонали А2, Ж8 очень опасен. Ну и здесь основным, то есть самым популярным продолжением является слон А7, но последнее время набирает популярность ход, сделанный Ишванатаном Анантом, слон Е6. Белые, естественно, уклоняются от упрощений. Черные начинают играть встык по центру, внешне. Визуально позиция черных выглядит очень перспективной. Ну, может быть, стоило стартовать с ладья Е8, прежде чем пойти Д5, может. То есть так играют уже многие. Вообще ход Д5 является основным. И чаще всего здесь белые отвечали Ферзь Е2. И на А6, например, вот можно осуществить, как в партии Дуда и Ильянов в 2017 году, осуществить вот эту идею, Ж4. То есть не сказать, чтобы сразу у белых матовая атака бы возникла, но возникает интересная, сложная, обоюдоострая позиция. И вот Павлу Ильянову здесь разобраться, может быть, и удалось, но справиться с трудностями нет. То есть белые получили две пешки за фигуру, причем на королевском фланге у них пешки идут вперед. И, в общем-то, заищаться здесь черными намного сложнее. Видите, конь А7 вне игры, в центре пешек нету. Коня Е5, бедолаги, опорных полей нету. Всегда его могут Д4 согнать. При этом бить конем на Ж5 нельзя, потому что тут же мат по линии А6 будет. Ну, впрочем, мы немножко отклонились. СО сыграл конь Ж5. Напал на слона Е6. Так, играли в партии Мунтиану Молдаван, 1998 год. Игроки, ну, у одного рейтинг 1635, у другого нет. То есть, как 1635, может быть, в 1998 году таких рейтингов, по-моему, еще не было. Какая-то опечатка. Вот. У помянутой партии было ферзь Д7. И у белых преимущество двух слонов. Слон Б3 готов вступить в игру. Видно, что у белых поприятен. Есть ход конь бьет Е4 у черных. Ну, после конь бьет Е4 ДЕ. Теперь, конечно, не надо бить на Е4 из-за слона Е7. И у черных лучше. Сейчас они пойдут Ф5. И, ну, слон Е6 нейтрализовал слона, белопольного слона белых. Но у белых вместо конь бьет Е4 есть, скажем, возможность сыграть ферзь H5, например. Вызвать H6. И здесь есть... Ну, бить на Е6 опасно. Там на H2 подвисает. А вот есть конь бьет Е4. И на слон Е7, например, такой ход, как G4. И сыграет G5. Ну, и на самом деле, белые конь бьет Е4 пока что обеспечены стоянку. Сложная, неясная борьба с взаимными шансами. Черные сразу взяли ДЕ. Канад взял ДЕ. И дальше, если какие-то партии есть, то только по переписке. После ФЕ ДЕ удар слон бьет Ф2 в таких позициях является стандартным, потому что слон С2 он отыгрывается. То есть есть линии, в которых такое вот расположение слон С2, ферзь Д1 при коне на Д2 очень плохо, потому что черный конь заползает на Е3, теряется слон на С2 и все заканчивается. И анан соблазнился этим ударом. То есть такая коварнейшая ловушка. Попались бы очень многие. Думаю, что аккуратнее было ФЕ8. И после коня Х5. Ну, некоторый плюс у белых есть, но сейчас конь выйдет на Ф4. Может быть, ферзь на Ж6, а может и ладья на Ф6 отправится. Или второй конь, конь на С6 как-то и вне игры у черных куда-то поскачет. Скорее всего, у черных чуть-чуть, капельку похуже здесь, потому что слоны это слоны. Сейчас белые ферзи Ж4 должны как-то выскочить. Скорее всего. Ну, при случае коль Ж3 пограшивает сейчас. Может быть, белым надо пойти на структуру после слона Е3. Слон бьет Е3, ФЕ. Отнять у коня поле Ф4. Своим начать присматриваться к пункту С5. В любом случае, вот здесь предстоит серьезная борьба после слона Ф2, король Ф2. Скорее всего, ВС Лесо это просто все проанализировал. Черные отыграли фигуру, и белый король вроде как-то не дает ларьера звиться. И все фигуры белых вроде стоят неуклюже, но сейчас шахматы настолько преобразились. Я думаю, что лет 30 назад эта позиция была бы оценена как с неплохими шансами на атаку. Сейчас компьютер ставит большой перевес белый. Сразу. конец С2 не спасти. Угрожает конь Ф3 и съели коня. Приходится жертвовать и пытаться создать матовую атаку. Все ходы черных логично. Ладья F2. Вот они всеми силами лезут вперед. После ферзи G4 белые защитили пешку G2 с другой стороны и хотят просто закончить развитие. конь F3 слон H6 Пока пункт E3 не контролируется белыми черные сами сыграли конь E3 но ферзь отходит с шахом на G2 такой вот неуклюжий ход как ладья G1 позволяет уверенно защитить и у черных просто не хватает силенок для добивания. на ферзь D3 белые нагло съели еще одну пешку приготовившись вытаскивать слона на B2 скажем B4 и будет грозить и ладья B3 и слон B2 ход ладья F8 самый естественный ход черные последнюю фигуру включили в бой но теперь значит конь E3 связан угрожая скажем конь C4 может быть конь C4 вообще белым нужны какие-то размены ферзь E2 снова напрашивается конь D2 никуда пойти не может а ему и не надо после B4 создается угроза слон B2 и уже белые присматриваются к пункту G7 развитие заканчивается ими черные испытали еще такой вот ресурс как взятие на G2 так а что было бы на конь BG2 давайте поймем на конь BG2 белый что и сделали или на G2 скорее всего нет а как бы они пошли возможно пошли бы так это я к сожалению не продвигал при подготовке может быть они просто слон B2 бы пошли наплевав на все вскрытые шаги или F2 но но нашелся такой пичок как ферзь G4 и черные должны либо менять ферзей либо терять коня же так как на отступление ферзя допустим на E1 последует просто слон B2 с угрозой матом на G7 и нападением на ферзей ну в общем вот такая миниатюра 26 ходов всего в тишайшем варианте итальянской партии то есть итальянская партия сейчас повторюсь на острие дебютной теории играют практически все любым цветом и белыми и черными именно Джоко Фианисим тишайшая игра и вот супер партия супер игроков такие разгромы партия несомненно попадет в рубрику разгромы все всем спасибо за внимание кто забыл подписаться на мой канал подписывай